Первым докладом выступлю я. Сложный пациент в онкохирургии, взгляд анестезиолога. В мире диагностируется более 17 миллионов случаев рака в год. Очень серьезная эта проблема. Кроме того, происходит расширение показаний кооперативного вмешательства в связи с расчетом на дальнейшую лучевую и химиотерапию, увеличение числа палеотивных операций, увеличение объема сложностей хирургических вмешательств, в том числе у пациентов с выраженной коморбидной патологией. Вот здесь мы сталкиваемся с такими качелями. Необходимость оказания помощи пациентам с очень выраженной коморбидной патологией. И в то же время мы должны понимать, что наше вмешательство и наша анестезия не должна навредить. Проблема анестезии у коморбидных пациентов связана с тем, что у этих пациентов очень высокая летальность до 0,3%. Это высокая летальность. Для того, чтобы уменьшить эту проблему, нужно проводить так называемую рискоснижающую стратегию для формирования лечебной тактики, обеспечивающей снижение риска периперационных кардиальных осложений, необходимы два следующих компонента. Это адекватная оценка риска с помощью общеклинических и функциональных методик, современных биомаркеров, используемой рекомендованной рационально-периоперационной фармакотерапией. И я в сегодняшнем сообщении постараюсь остановиться как на нашем опыте работы, так и на тех рекомендациях новых, которые существуют в мире. В частности, в 2022 году были созданы рекомендации по подготовке пациентов с кардиальной патологией при некардиальных операциях в Соединенных Штатах Америки. Должен пока подчеркнуть, что эти рекомендации пока у нас не приняты, но, как видим из практики, через 1-2 года наша Федерация анестезиологов-реаниматологов, она непосредственно перейдет к этим же рекомендациям, о которых я буду сейчас говорить. Оценка риска хирургического вмешательства, она оценивается и проводится непосредственно хирургам. А оценка функционального статуса проводится врачом-терапевтом, который ориентируется на следующие клинические предикторы, ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточность, цереброваскулярную болезнь, сахарный диабет и почечную недостаточность. А далее непосредственно уже решение по направлению проводится следующим образом. Если да из пункта С, то пациент направляется к кардиологу и анестезиологу. Если 1,5 мы здесь не видим, но плохой функциональный статус и высокий риск хирургического вмешательства, то также направляется врач-пациент к кардиологу и к анестезиологу. Вид хирургического вмешательства, оценка его риска хорошо известна. Делится он на высокий риск, это травматичные операции, в том числе как раз операции в онкологии, в онкохирургии. Риск вмешательства может быть умеренный, и низкий риск вмешательства мы с такими непосредственно операциями в онкологии практически и не встречаемся. Функциональная активность оценивается в метаболических эквивалентах нагрузки. Обычно основная задача клинициста установить, что соответствует ли функциональная резерву пациента в уровне более 4 метра. Для этого задается следующий вопрос, можете ли вы подняться на 1-2 лестничных пролета, идти в гору или пробежать короткую дистанцию. На мой взгляд, тут немножко такой даже диссонанс. Одно дело идти в гору, другое дело это подняться на 1-2 лестничных пролета или пробежать короткую дистанцию. Но считается отрицательный ответ на этот вопрос соответствует уровню функциональных резервов организма менее 4 метра. Поэтому и повышенному риску переоперационных кардиальных осложнений. Чаще всего пациентам отказывают в выполнении оперативного вмешательства в этом случае. Более четкую функциональную активность можно провести по следующей шкале. Здесь вы видите 12 можно набрать метаболических единиц. И более подробно расписано, какая единица чему соответствует. Ну и далее вы видите функциональные резервы пациента оцениваются следующим образом. 10-12 метр это прекрасные функциональные резервы, хорошие это 7-9 метр, удовлетворительные 4-6 метр и плохие менее 4-х метр. Вот мы будем сегодня говорить с вами о последних двух. В предоперационном периоде определяется пересмотренный расчет индекса кардиального риска индекса ЛИ, который хорошо известен. По шкалам как ЛИ, так и Голдману и Децке, которые в практике используются, можно определить риск осложнений в виде процентов до выполнения первой операции, так и до выполнения повторной операции. На этом основании определяется трехуровневая шкала оценки риска переоперационных кардиальных осложнений при некардиальных операциях, которая здесь изложена. Высокий уровень риска это остро-коронарность, синдром стенокардии, хроническое сердечное недостаточно, клинически выраженные клапанные пороки сердца и сложные врожденные пороки сердца или легочная гипертензия. В практике мы также и с промежуточным уровнем риска сталкиваемся. У пациентов с коморбидной патологией это больной без диагностированного сердечно-сосудистого заболевания, но при наличии двух факторов риска. На мой взгляд, интересный расчет вероятности осложнений летальности по следующему хирургическому прогнозу летальности, который представлен на этом слайде. Это сумма различных непосредственно шкал физического статуса по шкале АСА, риска оперативного вмешательства и по характеру срочности оперативного вмешательства. И вот здесь нужно сказать, что за рубежом она переработана, классификация АСА, она, вы видите, представлена здесь на слайде. Пока, насколько я знаю, ни Федерация анестезиологов, ни Ассоциация анестезиологов нашей страны, вот эта вот переработанная шкала, она пока не используется. Она, во-первых, очень похожа на предыдущую, но здесь есть одно серьезное, но то, что здесь прописано очень четко, на мой взгляд, те примеры, это примеры и для взрослых, и есть для детей. Здесь только, видите, для взрослых отражены эти примеры, по которым видно, к какому именно классу риска по АСА относится непосредственно наш ПЦН. Итак, риск летальности по этой шкале, вы видите, как оценивается, 0,4 вероятность летального исхода менее чем 0,5%, и резко начинается увеличиваться, когда класс 2, это 5-6 баллов, 1,5-4%, и класс 3, это 7-9 баллов, это выше 10% риск летального исхода. И вот здесь я должен еще остановиться на таком моменте, как пациенты пожилого, старческого, геронтологического возраста. Возраст часто, в общем-то, не фигурирует непосредственно как предиктор летальности. Мы прекрасно, с другой стороны, знаем, что пациент возрастной, имеющий неплохие непосредственно лабораторные данные, инструментальные данные, результаты этих исследований перед операцией, В то же время, во время анестезии могут проявиться непосредственно осложнения, связанные именно с тем, что именно возраст пациента начинает играть роль как предиктора осложнений. Для сравнения можно вспомнить вот карточный домик, вот он красиво построен, но когда вот одну карточку убираешь, то этот домик, он рушится. И поэтому вот здесь я делаю ссылку на наших зарубежных коллег, которые пишут и отмечают, что независимый рост летальности на 5% на каждый год более 80 лет. То есть у 85-летних пациентов риск летального исхода на 25% больше, чем у 80-летних. И смертность значительно возрастает при проявлении послеоперационных осложнений. Клинические состояния, которые требуют временной отмены плановой операции, это стенокардия покоя, требующая часто использования нитратов, выражено снижение фракции левого желудочка менее 30%, перенесено менее 3 месяцев инфаркт миокарда, систолическое артериальное давление в легочной артерии более 60 мм тутного столба, декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность 3-4 функционального класса по Нью-Йоркской классификации, АВ-блокада 2-3 степени, желудочковая тахикардия, брадикардия с эпизодами асистолии, асистолии, превышающей 3 секунд. Клинические ситуации, требующие выполнения кардиохирургической коррекции, ревоскулиризации, это предоперационное выполнение коронарографии, ревоскулиризация рекомендованного у пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента СТ, с острым коронарным синдромом без подъема СТ, у пациентов с тяжелой стабильностью на кардии, клиника которой сохраняется на фоне оптимальной медикаментозной терапии. С первыми тремя показаниями достаточно все понятно. Но вот здесь часто возникают в нашей клинической практике уже вопросы, которые нужно разрешать по эксконсилиуму. Зачастую это проведение коронарографии может рассматриваться у пациентов со стабильным течением ишемической болезни сердца, которым планируется выполнение операции высокого кардиального риска. Это непосредственно новые рекомендации, в частности, это американские авторы, 2022 год, о том, что я говорил, эти рекомендации пока у нас не приняты в том виде, которые здесь отражены, но это в ближайшее будущее, и я уверен, что эти же рекомендации будут распространены и у нас. Трансторокальная эхокардиография рекомендована пациентам с плохими функциональными показателями или высоким титром PRO-BMP или BMP, или сердечным шумом перед некардиологическими операциями высокого риска с целью предпринятия у них стратегии по снижению риска. Трансторокальная эхокардиография следует рассматривать у пациентов с подозрением на вновь возникшую кардиальную патологию или с новыми необъяснимыми симптомами перед некардиологическими операциями высокого риска. Эхокардиографию можно рассматривать у пациентов с плохими функциональными показателями, отклонениями на ЭКГ, высоким титром PRO-BMP-BMP или при наличии более одного или одного клинического фактора риска перед некардиологическими операциями умеренного риска. Рутинное измерение непосредственно фракции выброса левого желудочка в предоперационном периоде не рекомендуется. Очень много в последнее время уделяется внимания таким показателям, как BMP и PRO-BMP. Считается, что эти показатели представляют прогностическую информацию о риске переоперационных и отдаленных осложнений у больных высокого риска. Согласно Канадскому обществу специалистов по сердечно-сосудистым заболеваниям, необходимо определять BMP и PRO-BMP перед некардиальной хирургией у следующих пациентов. Это возраст 65 лет и старше, в возрасте 45-64 года с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями или имеющими значения рисков более одного или одного. И считается повышенным значением BMP выше 92 пикограмм на миллилитр, а PRO-BMP выше 300 пикограммов на миллилитр. Нагрузочные тесты рекомендуются перед операцией высокого риска у пациентов со сниженным функциональным состоянием и наличием трех и более факторов риска. Это ныне существующие и у нас в стране непосредственно рекомендации. Что нового в рекомендациях, на которые мы ссылаемся 2022 года в Соединенные Штаты? Нагрузочные пробы. Рекомендуется проведение нагрузочных проб перед необязательными некардиологическими операциями высокого риска у пациентов с плохими функциональными пробами и высокой вероятностью поражения коронарных артерий или высоким клиническим риском. Следует рассмотреть проведение нагрузочных проб перед некардиологическими операциями высокого риска у бессимптомных пациентов с плохими функциональными пробами и предшествующими непосредственно аортокоронарным шунтированием. Возможно рассмотреть проведение нагрузочных проб перед некардиологическими операциями умеренного риска у пациентов с риском развития ишемии при наличии клинических факторов риска или плохих функциональных проб. Коронароангиография. Рекомендовано использовать те же показания к проведению коронароангиографии и ревоскулиризации, что и у пациентов, которым не предстоит оперативное вмешательство. Непосредственно ангиографию коронарных артерий следует рассмотреть для исключения поражения коронарных артерий у пациентов с подозреваемым хроническим коронарным синдромом или маркер негативным острым коронарным синдромом без подъема СТ. В случае низкого или среднего клинического риска поражения коронарных артерий или у пациентов, которым невозможно провести неинвазивные функциональные пробы, подлежащие плановому некардиологическому оперативному вмешательству умеренного или высокого риска. Возможно рассмотреть проведение коронароангиографии у стабильных пациентов с хроническим кардиальным синдромом, которым предстоит плановая каротидная эндортероэктомия. Рекомендации по сердечной недостаточности пациентов с подозреваемой или известной сердечной недостаточностью, которым запланировано некардиологическое оперативное вмешательство высокого риска. Рекомендуется измерение фракции выброса левого желудочка методом эхокардиографии и измерение уровней PRO-BMP и BNP. Пациентов с сердечной недостаточности, которым запланировано некардиологическое оперативное вмешательство, рекомендует проведение оптимальной терапии в соответствии с текущими гандлайнами. Пациентам с сердечной недостаточности во время некардиологического оперативного вмешательства рекомендуется регулярная оценка волемического статуса и признаков органной перфузии. Опять возвращаемся к таким показателям, как BNP и PRO-BMP. Согласно испанским рекомендациям, по снижению риска осложнений у больных с хронической сердечной недостаточностью следует придерживаться следующего алгоритма выявления хронической сердечной недостаточности. Определить первый уровень BNP и PRO-BMP, а дальше выполняется эхокардиография при уровне BNP выше 100 пикограмм на миллилитры, а PRO-BMP выше 300 пикограмм на миллилитры. Вероятность хронической сердечной недостаточности составляет 95% при BNP выше 400 пикограмм на миллилитры или PRO-BMP превышающие 1800 пикограмм на миллилитры. И вот здесь нужно сослаться на ряд исследований, которые были проведены нашими коллегами, о них посмотрим мы с вами чуть попозже, нашими отечественными авторами, которые указывают, что определение PRO-BMP предоперационно можно считать лучшим предиктором кардиальных осложнений, чем индексы ЛИ, Голдмана и Детский. Вот обратите внимание, интереснейшая была кандидатская диссертация под руководством профессора Игоря Александровича Козлова. Это по данным Института Неговского и одного из госпиталей города Москвы. На их базе было проведено исследование. Посмотрите, оптимальная чувствительность и специфичность это около 80%. А здесь посмотрите, пожалуйста, индекс Детский, индекс Гольдмана, индекс ЛИ не превышает 68%. То есть в лучшем случае вот индекс Детский чувствительность 65%, специфичность 68%. Это лучший показатель среди других индексов Гольдмана и ЛИ. Аритмия. Суправентрикулярная аритмия. Пациентам с медикаментозно контролируемой суправентрикулярной тахикардией рекомендуется продолжить терапию антиаритмиками переоперационно. У пациентов с симптоматической, рекуррентной или персистирующей тахикардией, устойчивой к медикаментозной терапии следует рассмотреть абляцию перед ни кардиологической, ни экстренной операции высокого риска. Гемодинамически нестабильная фибрилляция предсердий во время операции. Следующая тактика. При острой или ухудшающейся гемодинамической нестабильности на фоне фибрилляции предсердий во время некардиологического оперативного вмешательства рекомендуется экстренное проведение электрической кардиоверсии. При фибрилляции предсердий и гемодинамической нестабильности возможно использование амидорона для быстрого достижения контроля частоты сердечных сокращений. Желудочковой аритмии. Пациентам с симптоматической, мономорфной, устойчивой желудочковой тахикардией, ассоциированной с рубцом миокарда и повторяющейся, несмотря на оптимальную фармакотерапию, рекомендуется проведение абляции перед плановым некардиологическим оперативным вмешательством. Брадиаритмия у пациентов с имплантируемыми сердечными диулайсами. Если есть показания для кардиостимуляции, следует отложить некардиологическое оперативное вмешательство и рассмотреть имплантацию ПЭКСа. Рекомендуется пациентам с временно отключенными непосредственно имплантируемыми кардиодевайсами проводить постоянный ЭКГ-мониторинг, а также обеспечить их сопровождение в переоперационном периоде персоналам, обученным распознавать и лечить аритмии. Пациентов высокого риска, а также в случае, если доступ к туловищу пациента интероперационно будет ограничен, рекомендуется перед началом операции наложить наружные электроды для стимуляции дефибрилляции. Антиагреганты. Пациентам, которым предстоит оперативное вмешательство с высоким риском кровотечения, например, нейрохирургическое вмешательство, либо витриоретинальное, рекомендуется отменить аспирин как минимум за 7 дней до вмешательства. У пациентов высокого риска после черезкожных вмешательств, например, у пациентов с инфарктом миокарда, с подъемом СТ, либо пациентов с острым коронарным синдромом без подъема СТ высокого риска, следует рассмотреть продолжительность двойной антиагрегантной терапии не менее трех месяцев перед планом некардиологическим оперативным вмешательством. На этом слайде вы видите наши отечественные рекомендации, которые у нас в стране приняты. Рекомендовано продолжить переоперационную терапию аспирином, если позволяет риск кровотечения, и возобновить антиагрегантную терапию в послеоперационном периоде как можно скорее. И отмена ингибиторов ПИ-12 должна быть минимум за 3 дня до операции для тикогрелора, 5 дней для клопидогреля и 7 дней для просугреля. У пациентов после недавнего инфаркта миокарда или с признаками тяжелой ишемии, требующей назначения двойной антиагрегантной плановой терапии, плановая операция может быть отложена до 6 месяцев. По антиагрегулянтам, то, что сейчас предлагается непосредственно американскими коллегами, здесь есть дополнение, в частности, то, что в случае экстренного оперативного вмешательства рекомендуется немедленная отмена новых оральных антиагрегулянтов, это вот понятно, но вот здесь, обратите внимание, есть новое. При проведении процедур с умеренным и высоким риском кровотечения у пациентов, принимающих новые оральные антиагрегулянты, рекомендуется прерывание терапии этих препаратов в соответствии с фармакодинамикой действующего вещества, почечной функции пациента и риском кровотечения процедуры. Проведение оперативных вмешательств с минимальным риском кровотечения рекомендуется без прерывания терапии оральными антиагрегулянтами. У пациентов, принимающих новые оральные антикогулянты, процедуры с минимальным риском кровотечения рекомендуется проводить при минимальной концентрации этих препаратов в плазме, то есть через 12-24 часа после последнего приема препаратов данной группы. И также низкомолекулярные гепарины рекомендованы как альтернатива гепарину в качестве мостерапии у пациентов с механическими клапанами сердца и высоким риском оперативного вмешательства. По антикогулянтам также несколько класс доказательств меньше. Есть следующие. У пациентов с механическими клапанами, которым предстоит некардиологическое оперативное вмешательство, следует рассмотреть мостерапию низкомолекулярными гепаринами или гепарином в случае, если требуется отменить оральные антикогулянты. И у пациента есть механический ортальный клапан и факторы риска тромбоэмболии, или механический ортальный клапан старого поколения, или механический метральный, или трикоспедальный клапан. Следует рассмотреть использование идуроцизумаба у пациентов на терапии добикатраном, который требует экстренно оперативного вмешательства со средним или высоким риском кровотечения. И для вмешательства с очень высоким риском кровотечения, в частности, при выполнении таких наших процедур, как спинальная и эпидуральная анестезия, следует рассмотреть отмену новых оральных антикогулянтов за время, равное пяти периодам полуведения или менее. И продолжение терапии непосредственно этими препаратами через 24 часа после вмешательства. Если специфические антагонисты недоступны для реферсии эффектов новых оральных антикогулянтов, следует рассмотреть концентрат протромбинового комплекса. В случае экстренно оперативного вмешательства следует рассмотреть специфические когуляционные тесты и определение уровня антикогулянтов в плазме для лучшей интерпретации рутинных когуляционных тестов и уменьшения антикогуляционного эффекта. Если риск кровотечения при возобновлении полнодозной антикогулянтной терапии превышает риск тромбоэмболических событий, следует рассмотреть отсрочку антикогулянтной терапии на 48-72 часа после процедуры под прикрытием послеоперационной тромбопрофилактики. Бета-блокаторы. Рекомендуется продолжить использование бета-блокаторов у пациентов, уже получавших их. Возможно рассмотреть назначение бета-блокаторов перед некардиологическим оперативным вмешательством высокого риска у пациентов с двумя и более клиническими факторами риска с целью уменьшить вероятность периперационного развития инфаркта миокарда. Возможно рассмотреть назначение бета-блокаторов перед некардиологическим оперативным вмешательством у пациентов с известным анамнезом поражения коронарных артерий или ишемии миокарда. Начинать терапию следует не менее чем за двое суток до операции Используя малые дозы и титруэ эффект В день операции профилактически назначать бета-блокаторы однозначно не показано В то же время очень интересная была опубликована работа Которая показывает, что у пациентов, которые оперировались по поводу критической ишемии нижних конечностей Если использовались бета-блокаторы, то связано это было использование бета-блокаторов При данных оперативных вмешательствах данной категории пациентов С повышенной 30-суточной летальностью, увеличением летальности Ингибиторы АПФ, диуретики и глиофлозины Следует рассмотреть отмену ингибиторов АПФ в день некардиологического оперативного вмешательства У пациентов без сердечной недостаточности с целью предотвращения переоперационной гипотензии Следует рассмотреть временную отмену диуретиков в день некардиологического оперативного вмешательства У пациентов, получающих диуретики в качестве терапии артериальной гипертензии Следует рассмотреть отмену глиофлозидов, этих сахаропонижающих препаратов Как минимум за три дня до некардиологического оперативного вмешательства Умеренного и высокого риска Следует рассмотреть продолжение терапии ингибиторами ренин-ангиотензин-альдостероновой системы Переоперационно у пациентов со стабильной сердечной недостаточностью Статины Рекомендуется продолжить использование статинов у пациентов, уже получавших их У пациентов с показаниями к статинам следует рассмотреть их назначение переоперационно Рекомендации по артериальной гипертензии Это рекомендации, которые существуют на сегодняшний день в нашей стране Хочется отметить, что клиницисты могут не откладывать ни кардиохирургические операции у пациентов С артериальной гипертензией первого или второго класса При систолическом артериальном давлении ниже 180 мм втутного столба А диастолическом меньше 110 мм втутного столба И у пациентов с артериальной гипертензией рекомендуется сочетание регионарной и общей анестезии Что способствует лучшему послеоперационному восстановлению Уменьшение расхода анестетиков и обеспечение адекватного послеоперационного обезболивания Рекомендации по переоперационному введению пациентов с гипертонической болезнью Не отменять бета-блокаторы перед обширными операциями у пациентов, длительно их принимающих Продолжить антигипертензивную терапию до дня операции перед обширными планами оперативного вмешательства Рассмотреть отмену ингипитеров АПФ с артана Волтарстана в переоперационном периоде у пациентов, их получающих И рассмотреть временную отмену обширных плановых оперативных вмешательств При систолическом артериальном давлении выше или равном 180, а диастолическом выше или равном 110 мм втутного столба Учитывать риск отмены бета-блокаторов или клонидина у пациентов, плановых принимающих И не назначать в день операции прием бета-блокаторов у пациентов, ранее их не получавших Коррегировать интероперационную артериальную гипертензию с помощью внутривенных лекарственных средств Плоть до возобновления пероральной антигипертензивной терапии Сроки операции у стабильных больных после ревоскулиризации Это также в данном случае рекомендации, существующие на сегодняшний день в нашей стране Рассмотрение вопроса о переносе плановых некардиохирургических операций у пациентов С недавней имплантации стента без лекарственного покрытия после имплантации И до операции должно пройти минимум 4 недели, а в идеале 3 месяца Интро- и послеоперативные осложнения ассоциированы с анемией Рекомендуется определение уровня гемоглобина на предоперационном этапе у пациентов Которым запланировано некардиологическое оперативное вмешательство умеренного или высокого риска И рекомендуется проведение лечения анемии при некардиологических оперативных вмешательств На предоперационном этапе с целью снизить потребность переливания эритроцитов интероперационно Следует рассмотреть использование алгоритма для диагностики и лечения анемии у пациентов Которым запланировано некардиологическое оперативное вмешательство В данном случае речь идет о такой программе, как менеджмент крови пациентов Который на сегодняшний день, пожалуй, принят только полностью Принят и осуществляются все три компонента только в одной стране, это в Австралии Но стремиться к выполнению именно этой программы необходимо И на сегодняшний день это три компонента Это оптимизация количества эритроцитов пациента, минимизация кровопотерей и кровотечения И третий компонент – оптимизация физиологических резервов организма при анемии И при лечении анемии перед операцией Вот такая малодостижимая, с моей точки зрения, цифра в области, скажем, онкологии Что гемоглобин должен быть перед операцией не менее 130 грамм на литр И именно эта цифра, этот уровень гемоглобина позволяет свести к минимуму риск трансфузионных осложнений неблагоприятных исходов Но вот самое сложное из этих трех компонентов – это вот первый компонент – оптимизация количества эритроцитов пациентов в предоперационном периоде И сводится она по большому счету к переливанию непосредственно самих эритроцитов перед самой операцией чаще всего А вот внедрение именно в эту программу определения алгоритма на дооперационном периоде еще вида переоперационной анемии Что, в общем-то, несложно по ферритину сыворотки, насыщению трансферина железом и циореактивному белку Можно определить, какой вид у нас анемии И в онкологии особенно – это железодефицитная анемия или это анемия хронических болезней с дефицитом железа Это более чем 50% случаев И для этой цели, для коррекции непосредственно гемоглобина можно использовать препараты железа Но препараты железа, которые используются более эффективно внутривенно Мы имеем опыт, но здесь очень важно, чтобы за минимум за две недели мы начали проводить эту коррекцию анемию препаратами железа У нас есть опыт использования и олигомальтазата железа, это непосредственно монофер Или карбоксимальтазата железа, это препарат феринжект И мы получили примерно одинаковые результаты На 20 единиц можно в среднем увеличить, если нет, конечно, кровопотери у пациента, нет кровотечения За две недели на 20 единиц А это, в общем-то, две дозы непосредственно эритроцитов, которые мы бы перелили пациенту перед операцией Интро- и послеоперационные осложнения, ассоциированные с кровопотери Непосредственно по рекомендациям, на которые я вот сейчас вот ссылаюсь Речь идет о том, что, посмотрите, вот если у пациентов подвергшиеся оперативному вмешательству С ожидаемой кровопотери более 500 мл Рекомендуется использование технологий для аутогематросфузии отмытых эритроцитов Это методика, чаще всего это методики CellSaver использования И что еще важно Пациентам, подвергнутым некардиологическому оперативному вмешательству и массивной кровопотери Следует немедленно рассмотреть введение тронексамовой кислоты То есть стартовая терапия связана именно с тронексамовой кислотой Отказ от курения На сегодняшний день считается, что для получения положительного результата Необходимо прекратить курение, по крайней мере, за 4 недели до операции Ну вот трудновыполнимые в нашей практике Это вообще практически невыполнимые требования, которые мы здесь видим Но я еще должен сказать, что в старых рекомендациях еще есть одно очень хорошее правило, на мой взгляд Вот операции таракальные, они должны проводиться только в специализированных учреждениях Которые занимаются именно этой проблемой Дооперационная антибиотика-профилактика Важна у пациентов высокой степени риска И здесь на сегодняшний день очень неплохие клинические рекомендации существуют И также программа стратегии контроля антимикробной терапии Так называемая программа СКАД Тромбопрофилактика Тромбопрофилактика Пациентам следует носить подобранные по размеру компрессионные чулки Проводить перемежающую компрессию нижних конечностей И фармакологическая профилактика, включающая назначение низкомолекулярных гепаринов Нужно дополнить, что здесь нужно всегда этот вопрос обсуждать непосредственно с хирургической командой Чтобы избежать здесь всяких коллизий, которые могут возникнуть во время операции и в послеоперационном периоде А вот что новое мы видим по вопросам тромбопрофилактики Это непосредственно следующее Если тромбопрофилактика необходима, рекомендуется подбирать ее Вот посмотрите, не только низкомолекулярные гепарины Но и рассматриваются вопросы использования новых оральных антикугулянтов и фондопаринукса И новые оральные антикугулянты в профилактических дозах могут быть рассмотрены в качестве альтернативы Низкомолекулярным гепаринам после тотальной коленной или бедренной артропластики У пациентов с низким риском кровотечения рекомендованная продолжительность переоперационной тромбопрофилактики составляет от 14 до 35 дней для тотальной коленной или бедренной артропластики соответственно Интероперационный мониторинг и анестезия Для достижения стабильности сердечно-сосудистой системы необходима целенаправленная гемодинамическая терапия у пациентов, которым предстоит некардиохирургическая операция высокого риска Несколько расплычатый, конечно, совет Рекомендовано избегать возникновения острой боли в послеоперационном периоде Ну и вот важный момент с целью риска снижения органной дисфункции в послеоперационном периоде Рекомендовано не допускать снижения среднего артериального давления ниже чем на 20% от исходного или ниже 60-70 мм рт. столба более чем на 10 минут И это перекликается с нашими непосредственно рекомендациями, которые в итоге предполагают использование стандартизированного протокола сочетанной анестезией Предусматривающей минимизацию хирургического стресса, достаточный уровень анальгезии и седации Надежную контролируемую мирелаксацию с применением согомодекса для быстрого выхода из наркоза И уважаемые коллеги, я хотел вас поблагодарить за то, что вы прослушали эту лекцию И хотел бы сказать слова благодарности тому коллективу Вот фотографию вы ее видите, в которой я имею честь работать Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok